Тормозная магистраль Тормозная магистраль может не снижаться, то есть тормоз обладает повышенной неистощимостью, что особенно важно в условиях горных профилей. Тормозная магистраль При действии электроплиматическим тормозом наполнение тормозных цилиндров происходит чрезвычайно быстро, а процесс отпуска тормозов может быть ступенчатым и легко управляемым. Это повышает маневренность движения поезда, что естественно позволяет увеличить техническую скорость. В поезде, оборудованном такими тормозами, все вагоны тормозятся почти одновременно. Поэтому продольно-динамические усилия, которые при пневматических тормозах достигают значительных величин, практически неощутимы. Плавное торможение создает необходимый комфорт в пассажирских поездах. Длина тормозного пути может быть на 10% меньше, чем при экстренном торможении пневматическим тормозом. А при служебном торможении это уменьшение может доходить до 20-30% в зависимости от начальной скорости. Электропневматическими тормозами оборудовано большинство пассажирских локомотивов. В электропневматическом тормозе приборы питания с сжатым воздухом. Воздушные магистрали. Устройства и приборы торможения те же, что и в пневматическом тормозе. Сохраняются также воздухораспределитель и краномашиниста. Для управления электропневматическим тормозом на локомотиве установлены контроллеры краномашиниста, источники электропитания, блок управления, ламповые сигнализаторы, электровоздухораспределитель. На каждом вагоне к уже известным пневматическим устройствам добавляется электровоздухораспределитель. И прокладываются линейные провода, рабочий и контрольный, связанные между вагонными соединениями в единую электрическую схему. Вот так можно представить структурную схему электропневматического тормоза пассажирского поезда с локомотивной тягой. А это его принципиальная электрическая схема. Познакомимся с элементами схемы. Источниками питания служит аккумуляторная батарея локомотива и подключенный к ней статический преобразователь. Он вырабатывает постоянный ток для цепи управления электровоздухораспределителями и переменный ток для цепей контрольных устройств. Цепи сигнализации и цепи управления контроллера получают питание от аккумуляторной батареи локомотива. Контроллером крана-машиниста задается режим работы электропневматического тормоза. Отпуск и зарядка Перекрыша Торможение Сигналы от контроллера передаются блоку управления, в котором сосредоточена вся релейно-контактная часть электрических устройств тормоза. Основные элементы блока управления это четыре реле тормозное, перекрыши, сильно точное и контрольное. Обмотки первых трех реле вместе с их контактами соединены непосредственно с контроллером. Через другие контакты этих реле в линейный рабочий провод подается Постоянное напряжение для работы электровоздухораспределителей и контроля исправности цепей при торможении и перекрыше или переменное напряжение для контроля исправности цепей в процессе отпуска. Обмотка контрольного реле питается через выпрямительный мост, включенный между контрольным проводом и рельсами. Это отдельная цепь блока управления. Отдельной частью схемы управления являются и цепи светового сигнализатора. Его лампы, включаемые контактами соответствующих реле, сигнализируют о работе тормоза и исправности цепей. Действием каждого электровоздухораспределителя управляет два электромагнитных вентиля тормозной и вентиль перекрыши. В цепь тормозных вентилей включены электрические клапаны, пропускающие ток только в одном направлении. Обмотки вентилей соединены с линейным рабочим проводом, проходящим вдоль всего поезда. А обратным проводом служат рельсы. В конце состава рабочий провод замыкается с контрольным проводом, который возвращается на локомотив в блок управления. Рассмотрим работу устройств тормоза при различных положениях контроллера крана машиниста. При первом и втором положениях отпуск и зарядка тормоза контроллер не подает питание в цепи управления. Обмотки тормозного сильно точного реле и реле перекрыши обесточены. В этом положении контакта реле соединяет рабочие контрольные провода с источником переменного тока блока питания. При этом через обмотку контрольного реле протекает выпрямленный ток. Реле возбуждается и своим контактом включает цепь контрольной лампы, сигнализирующей о состоянии отпуска тормозов. Через обмотки электромагнитных вентилей тоже протекает ток, переменный через вентили перекрыши и пульсирующий через тормозные вентили. Однако сопротивление обмоток вентилей слишком велико, поэтому ток мал и вентили не возбуждаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...